Слушай, Даня, я тут думаю у тебя Гренландию купить, продашь? Ты уже однажды купил Аляску, у русских до сих пор бомбит от того, как дёшево её продали. Ну, а на чё же их ошибках учиться, так что с тобой этот номер уже не прокатит? Не боись, материально не обижу. Ну ладно, подумаю, только учти, что новая звёздочка на флаге тебе дорого обойдётся. Апчхи! Ты сего застихался, ухань? Застыл, наверное, температура ещё поднялась. Ни сего, возьму больничницу, через пару дней буду как огуртик. Нифига себе б застыл, походу опять всё-то серьёзное. Да стас такое, то атипичная пневмония, то птичегрипт, то теперь вот этот визус. Но зайти по пырыски на зику его козона визусом. Да уж, нелегко сейчас Китай с его эпидемией, ещё и на Европу малёха перекинулась. Хорошо всё-таки быть нищебродом и не иметь возможности туда ездить. Блин, а мне тут посылка с Алиэкспресс пришла, не опасно ли её открывать? Не волнуйтесь, граница под тепловизором, выловим всех, кто температурит, вирус не пройдёт. Всё снято, сворачиваемся. Так нас проверять будут? Не, ребят, это процедура только для телекамеры. Ты обалдел больницу на тысячу коек за 10 дней строить? Согласен, слишком долго по моим меркам, должен был за неделю. Да фиг с ними смерками, у моих мухострансков знаешь, как теперь бомбит, глядя на свои больницы, которые ещё с батиных времён не достроены. Чё-то я плохо себя чувствую, проведиться бы вдруг, когда на вирус подцепил. Нет проблем, сейчас анализ крови возьмём, будет ясно. Исказать результат? Фиг знает, выходные начались, так что мне тут ловить тоже нечего, не скучай. Как резко-то взлетела популярность у этого симулятора вируса. Опачки. Весь мир заражён, а Гренландия не тронута, уж не поэтому ли она понадобилась Америке. Ну чего, продашь? Нет, конечно, я дамов там настрою для будущих эмигрантов и нормально озолочусь. Я тебе 2 миллиона масок отправил в качестве гуманитарки, а заодно лекарство экспериментальное. Боязосник? Думаешь, поможет? Ну, на раке пока не тестировали, может с коронавирусом справиться. А ведь у бати он от всего помогал. Ижма, да успокойся уже наконец, твой аэропорт давно закрыт за ненадобность, а ты продолжаешь тут марафет наводить. Мне этот аэропорт как дом родной коми, а в доме надо поддерживать порядок. Не, круто, конечно, что с тобой аэропорт выглядит не таким заброшенным, но это твоя инициатива, и платить тебе за неё никто не будет. Мне уже много лет никто за неё не платит, так что перетопчусь. Ох уж, это наше необъятное, к Италии дешевле слетать, чем к Якутии. А у самой Якутии только летать и приходится, поездами не накатаешься. Да уж, всё как старые песни, суставы вялые, а пространство огромное. Блин, ещё и системы все отказали, походу питание навернулось. Чёртов отечественный хлам, на машинах своих ездить страшно, чё уж про самолёты говорить, когда у нас всё через жопу делается. Топливные насосы тоже не работают, надо срочно садиться. Куда тут деревья, кругом они нас разорвут на такой скорости. Уважаемые пассажиры рейса 516, в связи с техническими неполадками мы скоро разобьёмся. Но не отчаивайтесь, оперативного запаса топлива хватит на полчаса, так что у вас есть время вспомнить свою жизнь и помолиться Бога, в Которого верите. А чё делать атеистам? На таких рейсах не бывает атеистов, хочешь не хочешь, уверуешь. Без обид, Кустик, но тебе здесь не место, вдруг аэропорт когда-нибудь оживёт, а на взлётно-посадочной полосе бардак. Хотел бы я снова на ней самолёт увидеть, хотя бы один. Офигеть, кружимся в поисках полянки, а тут целая взлётно-посадочная полоса, откуда она только взялась в этой глуши. Садимся на неё, надеюсь, это не мираж. Уважаемые пассажиры рейса 516, хоть и не мягко, но мы приземлились, ожидайте эвакуацию и не забудьте проставиться за свой второй день рождения. Молодцы, ребята, по герою вполне заслужили. Но не вы первые, не вы последние, ибо героизм начинается там, где заканчивается профессионализм. И ж ему бы тоже не помешало к награде представить, за ним немалый подвиг. Да, если бы не он, аэропорт зарос давно, и фиг бы мы там сели. А то, что в лес выкатились, так это было неизбежно, полоса не предназначена для таких больших самолётов. Для такого подвига герой слишком жирно будет, но какую-нибудь другую медальку всё же присудим. Выборы, выборы, кандидаты. Слушай, Ленинград, а можно как-нибудь убрать эту последнюю фразу? Не, никак, ради неё вся песня и писалась. Чё-то ради многих фраз твои песни пишутся. О, может тебя с Госдумой свести, там как раз советник по культуре нужен. Сведи, конечно, культура это моё, сейчас как насоветую. Я чё, короче, думаю, надо разогнать нафиг это Министерство культуры, оно такое же бесполезное, как и Роскомнадзор. Да и ни в одной нормальной стране его нет, а деньги только на всякое говно и тратятся. Но ты же сам пел, что наш народ любит всякое говно, вот для народа всё и делается. Выдвинять себя Ленинградика на выборы. Зачем? Кому сколько мест в Думе достанется, и так заранее определено. Аутсайдеров это не освобождает от шоу, их должно быть как можно больше. Бабла на прикормку не жалеть. Виша, ты понимаешь, что моё участие в этом цирке будет дорого стоить? Не страшно, мы ведь не из своего кармана платим, а вот Инстаграм придётся почистить. Носками предохраняться, конечно, забавно, но посты с критикой власти удали. Будет сделано. Так чё ты там пел про кандидатов? Да не помню, наверное, я был бухой-ой-ой-ой. А вот мы помним, выходит, сам себе эту песню и посвятил. Шнурок-то всё-таки, если с такой партией спутался. Я чё думаю, давайте опять поднимем вопрос о переводе времени, как насчёт вернуться к московскому? Не надоело поднимать, сколько уже в местных пабликах опросов было, противников всегда большинство. Вам чё, по кайфу на работу и учёбу в потёмках ходить? Так зимой утром везде темно, это нормальное явление. Зато летом в 4 утра светло, как днём. Может, Германии давненько и было удобно, когда в 4 утра светло, но я в это время спать предпочитаю. Теперь хоть домой по-светлому возвращаться стали, когда время перевели. Нефиг было от зимнего времени отказываться, но мы ж самые умные, это лохи всякие пускай два раза в год часы переводят. А со столичными бизнес-партнёрами взаимодействовать, небось, трудно стало. Чё-то Камчатке разница во времени не очень-то мешает свою рыбу с крабами толкать. Давайте уже всей страной на московское время перейдём. Ты ещё пока тошки между регионами приплети, время отправления и прибытия в билетах один фиг местный указано. Ну что ж, нет так нет, вот и скажите своё нет на очередном референдуме, пускай всё решает народ. Думаешь, прокатит? Почему нет? Эту тему со временем долго можно мусолить. Ну за какое время проголосуют, неважно, главное явка, чтобы поправки Конституции легитимизировать. Как все с ума посходили с этим вирусом, гречку с туалетной бумагой то и дело сметают. Да не с такими не церемониться. Тысяча крон за бутылку дезинфицирующего средства? Оно ведь сорок стоит. Сорок это если одна бутылка, а за вторую тысячу, ибо нефиг дефицит создавать. Блин, а сортирка с гречкой нормальная тема, чтобы с нефтяной иглы слезть. Чувствую, набережным челном работы прибавится. Куда, блин, еще прибавлять? Производство и так на пределе, как будто нас охватила эпидемия поноса. По-моему, слишком иронично рубль к туалетной бумаге привязывать, учитывая его очередное падение. Аж 90-е и вспомнились. Долбанная инфляция, рублями только и остается, чтобы подтираться. Но всяко дешевле, чем туалетную бумагу покупать. Столько всяких круп на прилавках, но народ разбирает именно гречку, даже душики не в таком фаворе. А гречка еще похлюще доллара скачет, может реально к ней рубль прикрепить или вовсе второй национальной валютой сделать? Вот настоящая валюта, ваши доллары и евро когда-нибудь обесценятся, а микро-USB зарядка всегда будет нужна. Слушаю, у меня в этом году урожай гречихи далеко не профицитной намечается, а вот спрос еще долго не упадет. Давай-ка ядерную войну понарушку объявим, мои тогда душу начнут отдавать за эту гречку. Но чё, граждане образованные оппозиционеры, да протестовались? Инакомыслящих много, всех не пересажаете. Преследуйте, задолбайтесь, гайки закручивать. Какой инакомысля, это столько волокита, мне теперь достаточно просто сделать звонок в военкомат и узнать, не косите ли вы от армии. Да-да, специально для вас издавался закон, по которому за повесткой нужно самому приходить. Ну карантин, блин, дает, Москва с пробками в ноль баллов, поистине историческая фигня. С весенним призывом чё будем делать, у Украины его перенесли из-за вируса. Ну теперь украинская армия самая что ни на есть бездуховная из-за отсутствия новобранцев, а у нас должно быть не как у Украины. К тому же призыв о увольнении испокон веков значится в одном приказе, не хватало нам еще озлобленных вояк, которым дебили из-за вируса перенесут. Ох и суматоха в распределителях начнется, велик будет риск заражения. Плевать, солдаты, это просто цифры, главное парад 9 мая провести, а там уже хоть потоп. Да чё опять не так, я добросовестно шел Родине долг отдавать. А такой вот замкнутый круг у нас, не идешь в военкомат, уклоняешься от службы, идешь, нарушаешь карантин. Режим самоизоляции ведь никто не отменял, как и призыв. Крым наш, Крым наш, ребят, ну серьезно, нехорошо грабить соседа, когда у него дом горит. Репостну, пожалуй, крымца Украина в знак солидарности. Ишь, какой сепар на целостность мою посягать вздумал. Какую целостность, весь цивилизованный мир не считает Крым твоим. А мы к нему не относимся, так что здесь все будут наказаны, кто думают так же. Сбер, чё за фигня, Крым вроде наш, но ни одного твоего отделения с банкоматом у него не водится. Но блин, у меня в Европе активов полно, как-то неохота терять их из-за санкций ради какого-то Крыма. Ещё и в кредитах отказываешь, если прописка крымская, наверное не считаешь его российским. Эм... Да ты не боись, я в курсе проблем, претензии только к холопам. Тут ошибка какая-то произошла, у меня с телефона 160 тысяч списало. Никакой ошибки, интернет активно юзал в международном роуминге, и вот результат. Какой международный роуминг? Я у Крыма тусил. Или чё, Крым не Россия получается? Мост готов, пора поезда Крымчика в обход Украины запускать. Это не так просто, разок сону сегут бои европейские направления, но решение есть. КЖД? Крымская железная дорога. Ты типа дал добро по своей территории ездить, а я тут как бы не при делах, даже билеты на эти поезда не продаю. Ну да, вагоны под Херсонесом нашли. Повтори, чё ты там России сказал? Весь цивилизованный мир не считает Крым российским. Круто, значит я имею отношение к цивилизованному миру. Повтори ещё. Привет, нищеброды провинциальные, как вы там в своих захолустьях? Я вот за покупками до Милана рванул, да и так развеется, а вы завидуете, у вас даже нет бабла, чтобы до меня добраться, а не то что потусить. В смысле коронован? Не только ты, ещё другие посещавшие Италию, там сейчас полная жопа с этим вирусом. Всякий заражённый, который выйдет на улицу, будет обвинён в преднамеренном убийстве. Здоровым по улице тоже нечего шастать, сидите дома. А ты у кого тусил, что заразился? У Швейцарии. Как всё равно-то перед коронавирусом, даже нейтралитет не спасает. Из-за эпидемии постратает промышленность, надо временно национализировать компании, чтобы спасти их от панкротства. Не думаю, что это будет временно, уж и чувствую корький вкус коммунизма. Но у нас из апрели коммунизм, так что перешифём. Ситуация всё хуже и хуже, давайте пока что завяжем с футболом. Столько денег придётся за билеты вернуть. Наша экономика и так летит к чертям, так что не страшно. Мы все умрём! Мы все умрём! Мы все умрём, мы все умрём! Нафиг, нафиг, закрываю границу, не так я хотел евроинтегрироваться. А ты чё это закрылся, братец? Без обид, братец, но с этим вирусом лишняя осторожность не помешает. Слышь, у тебя заражённых больше, чем у меня, так кто от кого закрываться должен? Продукты, продукты, пускай лохи всякие продуктами запасаются, а мы будем оружием. Когда оно есть с продуктами, проблем не возникнет. Эх, вот и накрылась надежда всего мира, Гренландию вирус тоже задел. Какая досада, теперь её даже не продать. Капец, чё в мире творится. То чувство, когда реально не обидно, что нет денег на заграничные поездки. Как хорошо быть мухосранском, да, ни вирусу, ни террористам не нужен. Мы, правда, тоже не без заражённых, но по сравнению с Западом наши дела не так уж плохи. А если ещё учесть, что Москва к нам никаким боком, то дела у нас просто замечательно. Россия, Россия, а это где? Сразу замкат. Ох ё, там же одичалые живут. Ну, бабло тырить и вывозить за границу уже нет резона. Почему бы в своих захолустьях красоту не навести, чтобы на заграницу были похуже? Но это так, из области фантастики. Снова плохие новости? Как сказать. Срочно укрепляем границу, чтобы каждый миллиметр был под тепловизором. Чёртов, Литл Би, кто тебя просил на Евровидении побеждать? Теперь вся эта зараза к нам едет. Я чё думаю, надо прекращать лицемерить, играя во всякие законы, и уже в открытую холопов обдирать. Я только задавно мечтал о тотальном контроле каждой копейки в их нищих карманах. Не помешало бы ещё дать возможность силовикам копаться в счетах и переписках без решения суда? Чё тут у нас очередной миллиард выведен в офшор, это неинтересно. Опа, кто-то кому-то косарик перекинул. Мне этот косарик друг на день рождения подарил, даже сообщения соответствующие есть. Чем докажешь, что это реально подарок? Может вы сделки таким образом маскируете? Я тормознул тот одного, пробей карточки, есть ли смысл наркоту подбрасывать? Нищеброд, отпускай. А сейчас-то у меня с какого перепуга деньги списали? На оперативные нужды, или ты чё-то против имеешь? Нет-нет, родной полиции помочь не жалко, так что всё норм. Стоимость картошки соответствует телефону? Конечно, можешь пересчитать. Что ж, с возвращением, старый добрый бартер, прямо как в 90-е. Но в 90-е бартер царил потому, что денег не было, а теперь что бы их не было. За доллар дают 76 рублей, за евро 82 рубля за рубль дают в морду. На этом всё, счастливых вам майских праздников. Наконец-то, блин, закончился карантин. Нет бы нормально сказать, что карантин, а то придумали какой-то выходной месяц, чтобы ответственность на себя не брать. Но хоть шашлыков не лишили, сейчас устроим себе майские. За доллар дают 76 рублей, за евро 82 рубля за рубль дают в морду. За доллар дают 76 рублей, за евро 82 рубля за рубль дают в морду. Чё-то курс валют на табло другой какой-то. Алё, те, кто это выставил, телек смотрят вообще. Закрыто. 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 Уважаемый, а чё тут всё вокруг закрыто? Малый и средний бизнес накрылись из-за карантина. Аренду плати, зарплату плати, а деньгам не откуда взяться с этими псевдовыходными. Государство помогать отказалось, да? А нет у нас больше государства. В смысле? Ну всё, народ изолирован, можно беспалевно растаскивать казну и валить куда подальше. Верное решение, с отрицательной ценой на нефть её уже всё равно не пополнить. Должили, платим за то, чтобы у нас эту нефть покупали, так себе чёрное золото. За доллар дают 76 рублей, за евро 82 рубля за рубль дают в морду. Не слишком палевно будет записи новостей, пофиг знает какому кругу пускать. Не, я ж каждый день одни и те же темы, Мусолю. Хотя можно реальный курс доллара для разнообразия вставить. Не вздумай, реально уже за пятихатку перевалил, пусть лучше так. Ого, как рубль стабилизировался, курс валют уже вторую неделю не меняется. Более удобного случая для побега стонущего корабля не придумать, уже начинаю скучать по своим холопам. Не придётся. Доступ к камерам наблюдения остался, вот будем голодные игры онлайн смотреть. О, не зря букмекерам господдержку оказывали, ставлю на Мухастранск, он самый живучий. С этим коронавирусом производство много где стало, поэтому спрос на энергонасыцеля никакой. И не говори, нефть то и дело дешевеет за ненадобностью. Вот и давай притормозим пока с добычей, чтобы цена на неё поднялась. Согласен, добычу надо снизить, учитывая, что от нефти моя экономика зависит. Не надо ничего снижать. Коронавирус это всё фигня, падение рынков просто истерика на его фоне. Думаешь? Забыл, почему у меня зарплата космическая, я же самый эффективный менеджер. Не, мы всё-таки не будем добычу снижать. Ах вот как, ну тогда я снижу цену на свою нефть в качестве ответки. Ну нифига себе абсёрд, даже гривна и та подскочила. Надо бы этому менеджеру зарплату побольше нарисовать, чтобы мозгов прибавилось. Да ты не переживай, сейчас как поднимем добычу на 300 тысяч баррелей в сутки и покажем всем Кузькину мать. Ну и я подниму за компанию. И я вот весело будет. Чё вы все так переживаете за курс доллара и цену на нефть? У вас ведь нет ни того, ни другого. Но блин, цены на импортные товары напрямую зависят от обменного курса. Да и на отечественные, потому что на импортном оборудовании производятся. Да фигня это всё, не припомню, чтобы цены на что-то снижались, когда доллар дешевел. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...